кто-то у кого-то война кого-то мать одна да это самое у меня друзья из киева запустили это мы сегодня снимаем тогда и большая компания у него только в 400 человек киеве они нет нормально я просто потому что у них очень много офисов они частные корпорации у них много офисов по всему миру и в азии и японии европе и в америке и говорит что вы не понимаете возврата не будет то есть те кто сейчас поняли кайф удаленной работы они не вернутся назад потому что на самом деле об этом мы разговаривали на страцессии когда была часть команды по разработке проекта харькова я надеюсь это не затормозит никаким образом а наоборот стимулирует процессы сейчас как раз самое время включать ресурсное мышление мне очень жалко чтобы мы не дошли до одного пункта на следующем пунктом должна была быть бизнес-модель бизнес-модель однозначно работает только в режиме ресурсного мышления и дизайн мышления только работает в системе ограничений если ограничений нет система обычно рассыпается так вот мы тогда обсуждали что строительство учитывая что город прирастает со счет зайти то есть они должны перестать быть офисами а начать переходить в каворкинговые пространства какой-то уже делается в киеве или как в европе чтобы сотрудники не каждый день приходили на работу и общались а работали удаленно а вот как в голландии например там уже два дня как минимум выгоднее чтобы сотрудник работал вне офиса и 3 дня в офисе то есть офис это пришли пообщались какой-то метапчик какие-то мероприятия обсудили задачи а техническую рутину лица ну где ты сидишь и выполняешь все равно где ты отжимаешься спортзале или дома на балконе как я да все равно если ты профилактический то есть так тебе нужно какие-то там отчеты тренер тебе нужно какие-то результаты но это можно делать нужно что-то обсудить но это не каждый день то есть поэтому ситуация очень сильно меняется вот поэтому у меня соблюдется временной слот на пятницу если у кого-то есть желание поработать можем еще поработать потому что принципе слава богу я не останавливаюсь и движемся дальше что сегодня сегодня очень с одной стороны веселая с другой стороны очень полезная тема и жаль что ее не будет у других да они посмотрят на веселую картинка я бы хотел эти веселые картинки проговорить и прояснить на самом деле для чего нужен креатив и для чего нужна креативная методика во первых сегодня мы познакомимся с вами и вы себя сможете креативно протестить на определение так называемого креативного типа личности это немецкая методика немцы в этом плане впереди планеты всей я считаю именно немцы по я сейчас даже смотрю немцы скажем так австрийская тема может быть это прошло с фрейда сейчас запустили минутка рекламы очень хороший сериал я просто люблю вену мой любимый город не знаю что будет с моими билетами на най может быть все закончится может быть придется переносить вене был уже несколько раз вдоль и поперек могу проводить экскурсии что собственно делаю для своих друзей я сейчас смотрю сериал который называется сняли бибиси называется венская кровь это не то чтобы шерлок я ссылку в своей ленте запустим то чтобы шерлок но очень интересно потому что используется психолог используется фрейд 907 год вена только-только зарождение такого сыска только только понимание и там возникло слово которое мы с вами проговаривали профиль только они говорили не профили клиента а профили преступника и это было что-то новое сегодня мы об этом все более детально поговорим уйдем на карантин готовы с вами пообщаться кто хочет там более детально если будут какие-то вопросы после возникновения после возврата я думаю 3 числа у нас будет все нормально мы продолжим и мы включимся уже в бизнес-модели и социальные медиа и так далее вот в этом чуть позже итак начнем с сначала с включения одна из моих любимых реклам почему я об этом хочу сказать потому что как у нас бы выглядело пространство у нас здесь было все за в надписях каких-то там призывах скидках процентах и всем остальным вот для того чтобы обратить на себя внимание когда францваген выходил в америку они сразу выбрали определенную стратегию они выбрали свои вы его не выбрали свои ценности искали давно маленьких автомобиль и на этом все построили билбер мах является одним вот как я говорил о человеке который выстроил айди структуру и структуру визуальной коммуникации этот человек сон один из на ряду сачи создал структуру правил которых я хотел бы сегодня поговорить потому что креатив на самом деле это структура правил это не бесшабашное марихуана курение не напоение абсцентами либо до потери пульса потом придумывание идеи это и выход за рамки но с помощью технологии они с помощью психотропных или наркотических средств и так всем правильно нужно сфотографировать и применить очень важно первое реклама не делает продукт лучше она просто доносит информацию о нем о чем речь очень часто ко мне приходят клиенты и говорят нам нужна реклама я позиционируется не принято и бренды рекламное агентство понятно что применение место заниматься креативной рекламой я бы зачем мы хотим увеличить объем продаж нет с помощью рекламы вы простом виде вы не увеличите с помощью какой-то супер идеи вам нужно полный комплекс мероприятий а реклама позволяет просто зацепить быстрее ваше внимание то есть если мы говорим что человек получает там три с половиной тысячи наш человек украинский по моему три с половиной тысячи рекламных сообщений то вот креативная реклама позволит здесь трех с половиной тысяч помните на разгрузочку уголечка выйти вперед и увидеть только это она не делает продукт лучше работа в том чтобы продавать клиента товары наши клиентов они себя многие особенно молодые вы с этим сталкивались инстаграм щеки вот был текст сейчас пост о том что какие один нехороший молочек побежал с полицейской по полицейской машины когда мы поймали за задали вопрос у меня же лайки все то есть он ради этого готов пойти на правом нарушении сейчас перехожу через площадь машина прямо поперек и по диагонали поехал все то есть у нас правил нет в голове то есть ты пересекаешь что и поехал по диагонали причем инвалид едет да вот такой глянский хочется достать его немножко трухануть из его старой машинки технические приемы поэтому очень многие агентства и очень многие инстаблогеры они пытаются за ваш счет обратите внимание вот это то есть что очень важно чтобы раскусили где человек хочет вам помочь где он хочет за ваш счет сделать себе его технические приемы используемы как самоцель могут быть пагубным что здесь миллион примеров то есть человек приходит и говорит ну вам сейчас у вас ресторанчик мы вам классно сделала у вас пилончик вам классно с девочек сейчас ваших запустим сейчас делаем классную фотосессию и будем делать постики 3 постика в день смотрите с разными классными фотографиями через месяц он сделает вам 90 постов у вас охват будет дай бог чтобы там несколько две-три тысячи человек что вы можете взять одним постом продвигаем обязательно 30 гривен за 40 гривен а зарплату которую мы должны будете сделать выплатить плюс те деньги которые он потратит на все этот продакшен вы смотрите какая у нас красивая картинка картинка в данном случае это его он потом скажет смотрите какую я красивую картинку по и и пойдет продать себе более дорогого ресторана а вам вместо того чтобы включить слово маркетинг у нас в ключе слова social media и сделать смотрите на вы же делали работу заплатите на пожалуйста поэтому переходим к третьему пункту технические приемы используемых как самоцель могут быть пагубны то что кто-то из ваших партнеров конкурентов сделал что-то также у него сработало абсолютно нулевая гарантия что это сработает если вы не пропустите это через свою бизнес модель через свою карту и партии через все эти механизмы которых вы говорили это без толку потому что это технический прием если у кого-то получилось это то на чем все зарабатывают лоб 7000 предпринимателей украины расскажу тебе как я потом выходишь из моего ну как вот посты до 2020 квит цитат ну только что тараса шевченко не цитируют уже сковороду уже некого цитировать уже сковороду цитирую креативный человек держит своего воображения в узде я не скажу что это про меня но я этот принцип использую уже более 10 лет и наверное научился тому чтобы действительно не прыжать брызгать и фонтанировать идеи хотя я по креативному типу личности у которой личности который будем жить я медиатор да то есть я создаю колебания облавливаю и их распределяю но я тем не менее должен оценивать на самом деле большое количество параметров которые могут привести к цели они просто для того чтобы генерировать простую идею или сложную либо какую-то другую идея как любовь чем больше ты реализируешь тем быстрее она исчезает это типичный пример если вы пришли за креативной рекламой вы должны перестать вы должны забыть фильм с денира анализирует у анализирует то есть креативная реклама и и цель что она обращает на себя внимание как только вы включаете анализатор начинаете включать логику начинаете включать просчет особенно это касается большой компании все это без то есть креативная идея вы должны уметь рискнуть не более десяти процентов рекламного бюджета поэтому можно сказать самое мощное оружие артистизм совмещенный с пониманием человеческой природы это то вы переводя на простой язык это карта и пати бизнес-модель то есть понимание болей и клиента это понимание его природы что он делает как он делает чтобы мотивируешь тем чем их движет а артистизм данном случае это как этим можно управлять то есть вот как в этом фильме человек обладающий ленской кровь обладающие знания и психологии позволяет оставить убийство ну то есть такой шерлоком столько немножко по-другому но это и есть артистизм вот это мой любимый если продукт плох громкая реклама ускорит его права я всегда анализирую продукт есть такие понятия как napkin speech из дизайн мышления когда вы можете проанализировать быстро продукт если у него потенциал кто-то сталкивался с напимки нет очень простая бизнес категория можете набрать гугле там много вариантов называется как матрица декарта на салфетке почему да то есть здесь ваша идея здесь как она должна реализовывать вернее здесь экзекьюшен что вам необходимо чтобы реализовать здесь каких случаях что вам необходимо сделать как анализуется а здесь benefit и value выгоды и ценности то есть если вы способны вашу идею расписать вот так вот на салфетке всего волком приходите ко мне я расписывал работает если нет то есть если вы не можете закрыть очень быстро какой-то из 4 квадратика вот так вот разве не помните как логотип нужно в течение 10 секунд повторить то у вас ничего не получится более детально посмотрите сейчас не к этому теме но это про это я сначала анализирую продукты говорю не помогу соль и чуваки понятно то есть лишаю я решаю себя денег как тренер который должен увидеть сказать нет этому мальчику или этой девочки к сожалению да можно попробовать но вот обратите внимание что балерина она не станет можно добиться до какого-то момента давайте определять для здоровья пожалуйста пусть ходит если хотите сделать плесецкую но должны быть еще и генетика и так шестидесятых это было так and if you run out of the gas it's easy to push если бензин закончится ты можешь его полегко подтолкнуть до бензоколонки сам да помните огромные американские машины назад будущее это 6 литровые огромных это всех надо было там мы они папа по 2 по 3 тонны были и 90-е годы уже drive careful и 7 километров в час да то есть если ты сделаешь что-то на маленькой скорости то у тебя проблемы не будет вот это есть креативная реклама то есть что они сделали они начали смеяться над собой сама ирония они взяли сказали маленький мы ироничный позволила стратегии 2 номера великолепно зайти на рынок помните жук 30 миллионов продаж машины 30 миллионов продаж то же самое кстати похожую стратегию но только немножко по-другому избрал peugeot 205 не было они на конвейере были 15 лет и у них было 5 миллионов продаж этой машины убийца фальсвагена жука как его говорят вернее фальсвагена гольфа все чтобы нужно чтобы стать не похожи на остальных это смелость вот здесь для этих целей и существуют определенные элементы было базовый быстрый как шепки печь как более серьезный бизнес камаз для того чтобы вы смогли проанализировать как элементы дизайн мышления которые говорят что есть сейчас и что в котором есть элемент что если то следующий элемент например у себя должны устраивать что если а что если мы сделали такую рекламу как все а а что если мы используем что-то что недели как все потому что людям свойственно держаться середины поэтому вы зачастую вы уходите в серединку а наоборот нужно если у вас сильная конкуренция стараться выходить на границы системы да думать как энди орхо то есть все ели эти консервы а он из них начал делать инсталляции продавать или делать провокации то есть это конечно же анализ рынка анализ ситуации чуть и у него было чуть и он ничего не анализировал но один из стратегических видов бизнес мышления один из типов стратегии называется интуитивная стратегия и этой стратегии мы все же не сами используем но наша большая проблема что мы кроме интуитивной стратегии не используем вторую который использует весь мир я не говорю о корпоративной стратегии это стратегия обучения стратегия повышения своих знаний и стратегия применение технических методик что мы по прежнему действуем интуитивно да все очень просто долиной да все очень просто я запустил действительно делать дорогую рекламу очень дорого но мы сегодня поговорим как делать их дешево но для этих целей нужно хотя бы задуматься над тем как сделать ее дешево вот ее можно же сделать вот так правильно вот легко вот это может сделать любой графический и даже не графический дизайнер фотошоп а если не фотошоп фотошоп как точно взять известную картинку да и переделать поставить туда велик или поставить очки к ван гогу и вот это не является смотрите это как диджейский ремикс фильм queen смотрели фредди лимина на лун не зашло на альбоме я помню в оригинале зашло в дискотеках зашло в дискотеках когда сделали них на клипную клубную версию нам или на моем и потом из этого подняла карьера фредди поднялась выше а первый альбом сольный не зашел хотя он был звездой то есть вот это ремикс то есть использование повторно из используя это одна из технологий креативного мышления когда ты выберете какую-то картинку и делать как как диджей на ней ремикс и как директор радиостанции с пятилетним стажем могу сказать когда у вас тоже переходила переходически в смысле выходила законодательное поле колбаса вы не помните я с 95 года директор радиостанции то есть это вообще эпоха турбулентности какую-то непонятное как мы когда узнали что французов 75 процентов франкоизвучной музыки я тогда понял почему мы только сейчас это вели потому что таким образом они защищали свой рынок французы либо радиостанции обязаны обещать 75 процентов национального продукта это способствовал росту этого продукта уже каким способом это второй момент защищать рынок потому что иначе будет вот такой хаос это на принципе если здесь вместо вот этих картиной поставить на что будет такая же у нас примерно такая же реклама во всем вот всем что касается моментов и среднего бизнеса скажу что в польше уже нет вот в польше уже нет я проездил вдоль и поперёк эту страну не потому что есть уважение дизайн есть уважение к клиенту есть уважение к информации которую ты даешь есть уважение к тому каким способом должна быть подана есть понимание того что чем проще тем лучше поэтому дизайн упрощается поэтому коммуникации упрощается как вы думаете у меня вопрос за почему здесь эти два чела принцип ну и ну я скажу очень просто давайте начну сверху принцип ну ему принцип австралийских следующих авторийских креативных агентств не помню название это неважно она называется очень просто не усложняй идиот не усложняет то есть по такому принципу они набирали себе креативов австралии вообще отдельный континент отдельный способ мышления там есть там были провалы того же starbucks starbucks провалился потому что они не учили то что австралы любят кофе в отличие от американцев и они каждый из них то что вы остались давно уже было то что у меня сейчас там куча моносортов куча малых кофеев иностранцы говорят у вас дешевый и классный кофе то есть в вене кофе стоит 3 евро и вон везде примерно одинаковый а у нас ты за евро можешь попробовать кучу всяких разных сортов и так далее учитывая что средний там иностранец итальянец пьет там 3 4 5 чашек кофе в день то это угол какая сумма да то есть не усложнение процессов позволяет стасу михайлову и джастину биберу быть самыми высоко оплачиваемые музыкантами на территории левой и правой части границы почему это склонность нашего мозга повторения да то есть ни одна сложная мелодия чур лениса не стала даже повыне близки не приблизилась даже к моцарту то же самое успехи моды токинг и все остальное то есть ни одна супер шизофреническая мега популярная группа аликин crimson она все равно будет нишевым продуктом она не будет массово для того если вы выходите на массовый продукт понимаете ценности своей аудитории если вы работаете на обывателя скорее всего то есть вам и нужно сюда идти если вам нравится king crimson не включайте его включайте то что они любят не усложняйте будьте проще я сталкивался миллион раз что собственники бизнеса усложняют они думают что их клиенты тоже думают или думают как они нет неправда надо думать как думает клиент и зачастую это как мультики я не обижаю клиентов но для того чтобы затягивать массовый сегмент вы должны затрагивать их общую а это все равно низкая низкий будет надо много тяжело работать чтобы сделать что-либо простым кто читал джобса помнишь что у него изучал дизайн поэтому его машины великолепно заточены по дизайнеров они любимые я пользуюсь исключительно маком я не могу если я телефон пользуюсь еще компьютером не знаю даже не анализировал но очень важно понять что используя вот этого принципа простоты позволило поднять еще также джобсу технологию которую оттогнули по моему делах или так как эта технология стекла тачскрин потому что искали люди привыкли нажимать кнопки это вот как раз то о чем я говорю не побояться выйти на гранд системы посмотреть а что если а что если карантин а что если карантин и как выяснилось вот сегодня у меня с процессами там с моими клетками мы за четыре дня в принципе это частная школа мы за четыре дня наладили онлайн течение то есть мы за 4 мы правда уходили в четыре утра каждый раз то есть но все ребята молодые как бы мы за четыре дня программу запустили все дети теперь сидят онлайн то есть ничего не теряем все то же самое со всеми остальными до произошло я вчера разговаривал с университетом мы спрошу как дела они да все принципе мы гугл-классе всех видео все нормально так ну поговорили поговорили а теперь немножко смотрели посмотрим да как это использует смотрите то есть вот реклама и тут маленькая за 40 процентов не вот таким вот образом с кика нет вот так помните периферийное мышление оба и киа то есть обратите внимание как это подается это правило обратите внимание просто то есть ведь и здесь точно также может быть и ваш логотип как легко среди хаоса и шума раздвинуться это каковы один человек сидит в комнате вот если всех убрать и посадить одному в любом месте сразу заметишь а так найти нужного человека нужно сразу можно не найти я у меня очень потребительский пример я вчера там зашел за хлебом к нам в магазин то есть не было нужного я искал два выбора я купил там и такой черный солныя и там высоковый аэра говорит но это там мы же не берем этого хлеба комбината хлеб я говорю так это разве его я смотрел на него в лоб по цвету я не увидел то есть они сделали ближе как другую там коричневые цвета ушли я взял по цвету слепок свежий я не увидел привычного мне другого синего цвета не увидел потому что у меня стереотип потребления как и у вас да это ведь просто это ведь может быть рекламой любого фитнес клуба может но не является почему потому что никто не думает все пытаются продать не перед тем как продать креативная реклама первую очередь вызывает интерес а после того как вызвали интерес уже здесь можно свапнуть тапнуть нажать перейти по ссылке и так далее а если интереса нет то все остальное только лишь забубонное желание обратите внимание на то что когда вы идете по городу вот у нас период бутиков бутиков харькова сейчас уже этот период ушел скидки 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 и люди все ждали клиентов с той стороны из города белгорода только потому что они не торговались а вот харьковский знал сколько это стоит милане время мнение это стоит я тебе столько заплачу а ты мне всту когда это продает вещь там или еще что-нибудь потому что они не создавали креативную какую-то ценность никто не пытался каким-то образом выделиться все пытались просто продать свой продукт такой же как и все остальные то есть не было вот этого понятия общение взаимодействия с брендом а раз ты со мной не взаимодействуешь раз ты 0,0 копеек тратишь на взаимодействие так чё я буду тебя уважать я естественно понимаю хочу то это же очень просто да так легко что забыли легко забыть про красот то есть это же очень просто казалось а вот здесь на эти там рамки здесь рамки это нельзя выключить вот это вот уже лучше чуть не все равно там написано рамки данной кран то есть все сняли скамеечку пакет то есть это же рекламу одну одну сняли да обратили внимание потом повесили но это же реклама это же фотография гуляет миллионами репостов все остальное то что я говорил что соушил медиа маркетинг это не только когда вы что-то пытаетесь продать это то когда вы коммуницируете с помощью бренда спорта с помощью логотипа вот пожалуйста а вот то есть занимайся велоспортом так здесь пожалуйста могла бы быть реклама любого там вела там спицы еще там чего-то очень просто то есть и таких примеров миллиона так больше там mastercard рекламируют вот смотрите это реклама туризма но мы на самом деле могли спокойно и спокойно и относить к рекламе спорта это канцелярская бумага да здесь ручкой нарисована как будто бы это дорожка из бассейна то есть вот это вот и есть креатив вот это вот есть то что к сожалению напрочь отсутствует напрочь вот я должен к сожалению с печально констатировать и на камеру что это напрочь отсутствует практически во всей спортивной рекламе украины я бы хотел чтобы это присутствовало здесь то есть мы пытались вводить и вводим эти элементы тех случаи когда мы действительно что-либо как мы работаем со спортом мы пытаемся донести туда креативную составляющую на теннисных турнирах и на гольфе очень много у нас это получалось и мы это вводили но это не подхвачено всеми остальные потому что все остальные пытаются продать нет первоначально вы должны вызвать интерес и это и запомниться клиенту обратить на себя внимание а потом может быть и продолжить это чтобы вы запомнили что это самый креативный спортивный клуб что это самый креативный там фитнес-зал и так далее и тому подобное это серф здесь отдельная тема но почему система ограничений почему правила бирнбаха чтобы не влекаться идеей эта реклама была в идея она была запрещена потому что оскорбляла чувства и бульса религиозных вообще на награде фол сейчас вы признали сексизмом но я специально оставлю это реклама gtr фальсвагена того же делали уже другое агентство то есть вот как раз здесь пример того как даже крупное креативное агентство переборщила с желанием выделиться на рынке так теперь про нас кто не знает напоминаю левая порушая отвечает за практику рацио то что называется право отвечает за креатив и исследовательское мышление соответственно карта личных интересов делится вот так и вот здесь лежит скорее всего коррелист практическое мышление производства бизнес вот здесь лежит точно так же здесь лежит например лидерс это менеджер да а если мы говорим о креативном мышлении вот здесь будет лежать разведчик даже если говоря лидерской характеристиках вот здесь же будет лежать креативное мышление здесь будет лежать и competent здесь будет лежать учитель да там и так далее и тому подобное пу в желании в доминировании но самое главное, чтобы они работали параллельно именно для этих целей я хожу два раза в неделю на музыку занимаюсь фортепиано только лишь потому, что я чувствую как два моих полушария срабатывают причем я музыку слушаю очень много но когда вы играете сами единственное это музицирование у вас два полушария работают поэтому рекомендую, если вдруг найдете плотность в своем графике могу дожидать учителя порекомендовать, чтобы заниматься именно тренировать, чтобы ваши полушария не доминировали над другим у меня был прецедент, я работаю с клиентами мы делаем им креативный причем до этого мы проработали бизнес модель, это мои хорошие друзья молодые ребята, они значительно моложе меня у них там типография, мы выводили бизнес и мы столкнулись с проблемой которую нельзя решить бизнес моделью это проблема только креативного мышления мы делаем им как я сейчас дальше покажу мы делаем им тест колесо метафор через полтора часа трое молодых ребят говорят у нас болит правая голова мозга то есть что такое у них типографический бизнес они очень четко, хорошо выстраивали логистику системы правая полушария отвечает за креативное мышление мы включаем им креативную методику у них начинает болеть голова почему? если вы полтора часа будете качать одну мышцу естественно она у вас заболит то есть это просто не свойственно действительно многим людям делать равномерную нагрузку потому что мы ударные виды спорта у кого-то правшах, ну в левую руку не такси а вот в бизнесе, в бизнесе важно это качать поэтому качайте пожалуйста ваши креативные мышцы не думайте только логически всего лишь 7 эмоций всего лишь 7 эмоций обратите внимание радость и по сути дела все радость это одна положительная эмоция смотрите страх, гнев, отвращение, печаль, презрение это эмоции соцсетей это эмоции соцсетей обратите внимание потому что почему люди постят котиков это желание получать радостные эмоции это психологическая потребность потому что вы находитесь в отрицательном поле почитайте что люди постят сегодня то есть да я сегодня запостил опять же с точки зрения маркетинга трек майкрософта но он на бинге потому что майкрософт таким образом пытается продвинуть свою поисковую систему бинг и дает огромный ресурс отслеживания коронавируса в реальном времени заболевших и выросших он даже здесь использует маркетинг вот это достаточно креативно выбирайте изображение одной эмоции для однозначности и понимания потому что принцип есть конечно бог конечно не работает то есть фото контент должен быть понятным выбирайте естественное выражение лист так как фальшивые эмоции сразу распознаются что неправильно делать неправильно покупать я видел картинку девочка на пяти банках насчитал одну и ту же девочку то есть еще в супермаркете давление потом чувака в котелке насчитал на трех или четырех рекламах от труп до кофей то есть безумная безумная безглузь да да там неоправданное использование креативных изображений которые вы анализируете о классно если вы взяли креативное изображение на столке обратите внимание что настолько можно взять для некоммерческого использования понятно что его маленький бренд вас никто не будет сильно на эту тему беспокоить но есть смысл задуматься о том что зачастую контент лучше сделать создавать авторский и потому что действительно большие я вот имел прецедент создания для большой компании покупки имиджей так вот смотрите что нам покупка имиджей с правами на три месяца на несколько источников на несколько даже не на все там прописка конкретно обошлась права только обошлись по моему в три с половиной тысячи долларов только права то есть но там были действительно как фотографии уникальные их нигде не было но они были с правами это было большое предприятие потому что за любое несанкционированное использование такой фотографии там штраф был бы в десятки разов больше обратите на это внимание что сейчас мы должны обращаться с правами очень аккуратно аккуратно поэтому я не рекомендую во первых использовать первые изображения из гугла раз изображение из первой картинки там шатерстока либо остальных элементов потому что судя по всему их точно также подхватили другие вы просто можете столкнуться что у вас одинаковое изображение будете выглядеть и самое главное определите какие эмоции затрагивают и мотивируют вашу целевую аудиторию потому что если мы говорим о подростковой аудитории то радость им не свойственно ну так далее этому есть теперь методы назвался груздем полезает кузов схема разработки аналитический метод нам всем давно знаком мы о чем-то думаем как-то анализируем и как-то приходим к решению очень часто что аналитическим методом мы завершаем все мышление мы не используем другие методы а зря и так ассоциативный метод что это такое очень простая штука но великолепно работает когда вы всем я буду опишу несколько методов позже они за более детально есть когда вы просто вызывать вот пусть дочка и лошади у садик мы играем ассоциации развитие креативного мышления покажу потом как работает матричный тоже покажу как работать когда вы просто выписываете матричку и с ней работать здесь у нас все пропало жесть классно смотрите здесь даже очень просто супер а как мы сейчас воспользуемся здесь были круги круги прям как в вчерашнем фильме где нужно было использовать колесо метафор давайте мы сейчас их пропишем я-то и знаю а вы и так смотрите как работает колесо метафор у нас есть зонт у нас фирма собирающиеся производящие зонты нам нужно их прорекламировать то есть нам нужно каким-то образом использовать но мы же не можем рекламировать зон 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 это скучно у вас например молодежная аудитория то есть например это какие-то супер давайте так это женская аудитория это супер какие-нибудь фэшн зонтики что нам нужно сделать мы должны проанализировать каким образом основные физические если например и у нас зон помните как в рекламе у него супер какая нибудь легкая ткань она не рвется там очень-очень-очень то есть нам уже преклонировать его функциональные свойства что мы должны сделать мы должны взять и написать через свойства не пропускать почему колесо пока не по кругу объекты либо либо объекты либо субъекты и все что угодно которые не пропускают имеет такое же сходное физическое свойство например зон охране охране как и зон если свойства зонта не пропускать дождь или солнце да вот у меня есть гольфический зонт вот он вот такой вот широкий двойной специально чтобы его не рвало так вот у некоторых зонтов обратная сторона зеркальная то бишь чтобы он не нагревался а также жал солнечные лучи потому что зачастую когда вы несколько часов на поле вам важнее даже не дождь а важнее скрыться от солнца вот смотрите я пишу здесь то есть свойство какое одно свойство зон не пропускай не пропускает охране охране не пропускаем дальше кто еще не пропускает шлагбаум секунду смотрите только что мы должны еще прописывать не просто элементы хорошо давайте потом я хочу позже забор проходная слог вам одинаково был еще какой-то тент и тент и зон очень сложен как собака я для себя от себя добавлю там слово например жалюзи прокладка да тогда презерватив презерватив был у меня было презерватив давайте напишем что еще и вот теперь смотрите у вас сушил медиа вы продаете эти зонтики вы делать их китай вот еще с ними друзья улетели знаю что происходит взять сделал бренд они улетели китай то есть там продукт то есть на я душу все нормально там там все все я как как я не так как возвращаться будет не понимаю а там в китае все отлично вот смотрите то есть вот они улетели в том числе они там личным брендинг то есть в том числе он будет брендироваться там зонтом а вот теперь у вас на начальном этапе только social media вам нужно протекать вы можете произвести зонтик для такого сегмента такого и такого сегмента но у вас минимальная там партия например там несколько тысяч долларов то есть вы вывести ее сюда проанализировать очень сложно вы например делаете там несколько лендосов или там социальных медиа делайте профиль и хотите потрепить как рынок реагирует как вот люди потенциально отреагируют на ту или иную картинку вот я не заказывать сейчас там сейчас мы по до интернет доставки например в моей зонтике и давайте подумаем например если у нас действительно аудитория например там молодежная женская какое бы а мы помним слово гипербола напомним слова привлечения помимо слова метафора какую метафору мы могли применить из существующих названий использовать какую-нибудь картинку вот мне не хочется да но я бы это использовал то есть я смотрю фильмы там например куча этой казино рекламы вот например для мужчин это было бы очень более актуально смотрите если вам нас была реклама на мужчин направленная то мы могли очень сильно пошутить в социальных медиа с презервативом до который защищает классный то есть вы понимаете о чем у нас собачка да ну собачка там маленькая она вряд ли охранник например да то есть это слишком 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 жестко это чересчур но вы могли попытаться например использовать нам слова жалюзи если бы летний сезон да то есть носите с собой жалюзи например какая мало будет картинка одна девочка идет там с легким зонтиком автора идет с пачкой жалюзи до стендом или стендом да то есть то есть он там не пропускает также не пропускает но значительно легче да то есть тем самым вот это было бы креативная реклама да и могли бы там сделать эту рекламу запустить соцсетях посмотреть насколько люди реагируют то есть посмотреть какой нибудь либо болт озона выходит как угодно я вам просто показываю что подмена понять один из способов креативной метафоры это метафора когда вы подменяете одно понятие другими и в этом есть сила как бы обращение человек гиперболизирует свое обращение вы можете услышать вот как работает матрица визуальных метафор когда у вас там есть элементы бренда которые вы хотите делать вот как там работает на логотипом активы визуальные представления как на самом деле делает 1 креатор да там или графический дизайнер они сделают скетчи просто это матрица так они обычно у всех вот так вот разбросана эта матрица помогает им эти скетчи проанализировать и выбрать какой-нибудь элемент для и дальнейшее использование на основании чего нужно перейти в компьютер начать вырезать креативный прыжок я здесь не нашел ничего лучше чем показать вам креативный прыжок это как ситуация когда ситуация безвыходная и вам уже здесь что-то экстраординарное это экстраординарное было прыжок у бомбардера по моему из стартусферы то есть обратите внимание что red bull спонсировавший такую нестандартную систему сделать они просто так у него он сэкономил по моему 100 раз я не помню точно по моему 100 раз за тот охват который нужно было бы заплатить за то же самое охват количество людей то есть он они использовали создали маркетинг идеи понимаете то есть они создали маркетинг идеи они создали идею по сути дела и может не может на уровне челленджа кстати так по сути дела спорт а слабо ли и слабо не слабо и сделали так теперь про нас как это работает мы это проговорили ну вот я на пальцах написал на самом деле чем хороши креативные методики их можно использовать в течение 15 минут получаса это могут быть там собрали тренировки условно для несколько людей это могут быть очень хорошие объединяющие темы и моменты для людей с которыми вы работаете потому что я несколько раз бухгалтера приглашал и поверьте она генерировала идеи потому что очень важно что было разношостная группа сюда можно привлечь родителей еще для чего-то как это работает смотрите первая аналитической методикой количество участников не ограничено время 50-15 обратите внимание любая креативная методика ограничена часом больше часа человеческий мозг функционально не может работать ему нужен перерыв переход от частной задачи по общему углубленным вопросом через которые можно идти абсолютно на высшем обычно мы таким образом собираемся делаем то что мы называем брейнстормингом что-то там пишем и так далее то есть вот так мы работаем над бизнес-моделью это по сути дела аналитическая креативная методика я на самом деле предлагаем вот такую одну из моих любимых перевертыш опять же смотрите здесь время вообще ограничено 20 минут здесь переворачивание различного рода смысла в одном предложении может пристиг нежинный вывод который может развивать комбинировать при отчасти делать вообще что угодно то есть это то что любят дети маленькие дети то что любят дети маленькие дети почему это важно сейчас если вы бренд коммуницирующий каждый день с ваших социальных сетях ваших социальных медиа вопрос где брать контент на самом деле мне кажется что вот на этом построен тик ток только завидосили обратите внимание практически то же самое только завидосили когда они переворачивают с каким-нибудь вот таким вот абсолютно шизофреническим смыслом маленький маленький видосик почему эта тема очень хорошо то есть иногда просто полезно побыть ребенком понести чушь то есть новым среди этой чуши должен быть обязательно когда проводится креативная методика должен быть один человек либо вы это снимаете на видео либо кто-то что же записывать мысль потому что когда люди генерируют мысли нельзя чтобы они писали то есть мост переключается нельзя останавливать словесный поток еще одна моя любимая методика ассоциативные ряды как она работает сейчас остановлюсь поподробнее даже я ее применял я сейчас вам покажу как ее применить как ее применить в дальнейшем в поле бренда если мы возьмем сейчас разделим может быть у нас если есть бумажки я более детально покажу как работать технология как обычно мы это делаем например у нас есть название бренда давайте какой-нибудь возьмем не будем брать найт давайте там локально не давайте а арена пионер лепения уже так не называется хорошо локомотив все знают локомотив вот у нас есть дворец форта локомотив случае небеса развезлись и файлесты комплекса в течение двух лет который конкурировать локомотивом и теперь у локомотива появилась свободное место им нужно привлекать людей они начали за вас бороться не выворачивать пальцы веером а говорит ребят приходите к нам и решили создать креативную рекламу то есть как им нужно поступить для того чтобы придумать себе креативную идею они пишут мы пишем слово локомотив можно поступить по обратите внимание определяется ключевое слово коммуникация я предлагаю вам то что мы будем делать чуть позже использовать здесь такое мы берем поле бренда которая состоит из функции то есть с какими физическими свойствами локомотив должен ассоциироваться у конечных клиентов ментальное что лично каждому из участников события мероприятия проводящиеся в локомотиве должен дать локомотива начинается с вопросов я или нет социальная с каким социальным статусом какой социальной группой они хотят себя про ассоциировать и духовное с какой с каким по какие принципы глобальной ответственности они готовы разделить с вами то есть это очень важно особенно для миллениального и поколения с этого еще молодежь и начать делать это так это работает первое что вы должны сделать спасибо что вы должны здесь я сейчас по кругу называю всех по очереди функциональном поле это функциональное поле это локомотив например я от себя пишу первым ассоциацию думать в течение максимум трех секунд если нет говорите дальше 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 то есть локомотив функция я пишу самый большой ну например для себя самый большой то есть вот имеется ввиду площадку вы мощно мощно современ современный разрушающий преграды функциональное поле это можно подтругать потом по пощупать то есть какой с каким функциональным быстрее выше меньше больше то есть сравнительные то есть но разрушающие преграды это куда-то сюда высота высокий потолок удобно удобно добраться социальное поле модно социальное поле идеальный паркет идеальный паркет плятый светлый яркий светлый быстрый быстрый пишем прописи давайте новый следующий не знаю следующие еще есть есть нету проблем я пишу проблем смотрите то есть что мы не сделали после этого второй круг после этого третий круг прогнали потом выкинули отсюда все таки яркий светлый сложно ассоциируемый наверняка какие-то вещи повторяются смотрите удобство добраться или вот у нас здесь у нас появилась высота потолка и самый большой мощность в этом плане место выбирается какой-нибудь потом один например его от него можно делать уже какую-то рекламу то есть смотрите смысл чок когда у разных людей путем 1 2 3 ассоциации вырабатывается общий признак мы можем на основании его уже что-то делать потом точно так же ментально социально духовно вот у нас четыре типа рекламы креативных сообщений который мог бы делать локомотив для того чтобы привлекать людей по функциональным характеристикам по ментальным по социальным модно ты типа чем в дворце спорта да ты кто вот надо локомотиве например делать и духовное то же самое коммуницировать а как же деньги буду зарабатывать все мне заплатите шутка у вас было больше денег которые вы будете со мной делиться за консультацией давайте на самом деле мы это будем делать должны были бы делать на следующий нет уже уже в эту среду пятницу но раз хотите пробить то давайте пробьем ментально я мне вот здесь то же самое поле мне мне в локомотиве комфортно мне комфортно комфортно это мое ощущение тепло тепло логистически удобно как удобно добраться удобно логистически что вот вопрос логистически этого это просто то есть функциональному полю я мне не комфортно неудобно я не парюсь там буду вас я не пари это функциональное поле ментально удобно удобно для бизнеса давайте так для бизнеса я мне смотрите нет я мне качество не имеет ассоциации я мне я там да да почему мои преимущества как локомотива которые я даю или какие ассоциации которые я бы мог выработать через призму персонального эгоистического человека своего лично вот я прихожу и я говорю я в локомотиве был миллион раз полезно на время весело мне там мне там не мне весело мне комфортно мне удобно мне тепло я могу смотрите мне удобно с ребенком мне безопасно там или там мне напряжно например мне дискомфортно или там я могу я чувствую то есть через через силу я мне через своего пропускать я чувствую здесь себя как в европе или там я чувствую себя здесь совке то есть вот эти вещи вот они здесь и прописываются я думаю я чувствую мне кажется вот через себя как будто бы ты говорил персональный человек у кого еще какие ощущения с дешево-дорого дешево-дорого лежит функция дешево-дорого лежит функция дорого дорого и смотрите как получается вот мы это прописали давайте социальное поле модно мы говорим о большом зале не здесь может быть как раз тема там о каком локомотиве идет речь это тоже кстати выявлять такая методика вы позволяет выявить потому что у каждого человека есть определенные устойчиво-устойчиво ассоциации чтобы каждый думал что это один хлеб или знаете как вы не пришел в один локомотив у меня даже улицы поменяли и теперь таксисты говорят это мельникова которая была поляковская или те которая стала мельникова что у нас одно отменяли а у меня динас логист поехал потому что у него было там мере ну сейчас ты у меня я просто раз туда на мельникова позил никто не проверил то есть поэтому ментальное через я и мне мы детальнее в этом переговорим когда будем прорабатывать поле бренда но это просто как и способ как конкретная конфета поле бренда влияет на коммуникацию и на конкретную какая-то категорию социальное поле то есть какой группа людей я хочу если можно это подражателем то есть если там модно это может быть круто это может быть там если вот независимо удобно добраться там если например в локомотив входит там исключительно бизнесмен это вот есть четкое понимание кто ходит в тетку да и там кто ходит в сфере альфи кто ходит в эгоист уходит в ауру а да 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 то есть вот это социальное и духовное что такое духовное поле то есть много профильного отведем отнесем и так функциональное поле многофункционально духовное поле духовное поле очень важно для молодых для за это в духовном поле вы находитесь с разделение принципов идеалов ответственности например эта тема там экологии например у нас вся одежда и сайклинговая почему ресурсное мышление у страны для меня с . на фэшн дизайне очень многие вещи знаю очень многие голландцы знаю лично симона девард которая делала полностью приезжал в киев уникальная ситуация когда я пытался по супермаркету найти без лактозные продукты то есть то есть у него там когда условно это проблема до них передели клм клм полностью делается на ресайтлинге для того чтобы произвести джинсы вам нужно две тысячи литров воды хлопковые то есть вроде бы у меня чего хлопок но тем не менее для того чтобы сделать ресайтлинговые джинсы всего 100 и вот так работает почему ресайтеры почему я чем запустил рекламу ты можешь быть каким угодно только бы используя ресайкли потому что это на самом деле мало того некоторым брендам частного государственном уровне там луевитоны запретили разрезать и убивать и удалять вещи их просто как вороне врунгеле и сахар выкидывали в море трассник потому что ему было дешевле выкинуть чем продать такие очень многие вещи дешевле просто разрезать нежели продать их по дешевку потому что у вас там вот такая наценка бренда то есть вот это разделение духовной и социальной ответственности там экология темы там соответствие вот карате нарушение и нарушение правил дорожного движения и так далее какие вещи которые объединяют нас на вот именно таком духовному например туда можно туда туда можно с собаками вот это уже духовное ответственность или вот кафе открылся то время чем я говорил что там работают люди с тем самым мы я считаю что все люди равны то есть принцип европейского человека это невозвисимо на чем ты ездишь ты как в американцам даже любой американец может подойти к сенатору и сказать привет там я за тебя голосовал как ты считаешь и он обязан ему ответить потому что мы равны этот принцип равенства духовного да что люди с ограниченными возможностями тоже стали равны и голландцы я помню когда приезжали на евро мои друзья они сказали вы будете равными тогда когда у вас пандус сейчас у нас только-только начинает появляться потому что говорит я вспоминаю барселону что я мог полгорода пройти не даже не поднял свой чемодан когда вы начнете уважать людей инвалидами понять что это тоже люди у нас как и мамы говорят некоторые когда вели там системы инклюзивного вот у меня там девочка скажу мне мама завуч и начали вам а приходить и дашь это да у нас с моим ребенком учить вот это вот наше общество поэтому идем дальше я не использовал я хотел применить газетные вырезки на поняшу все газетные вырезки будут час на две темы но это интернет сейчас мы берем заголовки мы тоже очень часто эту тему применяли будут на коронавирус и они любят про падение рыбков или про нефть или еще просто на самом деле тема очень хороша опять же для копирайтеров нужно генерировать картель потому что можно использовать когда вы просто ограниченные слова берете из заголовок и вставляете туда в сегодняшнюю новость поставьте фразы связанные с продуктом там очень интересны получать такие словосочетания которые действительно можно использовать потом выписывается и работают 30 минут я хочу сейчас просто больше вам дать немножко про себя не про себя про вас что я применяю мне многие там ребята и бизнес говорили ну откуда вы все знаете это то есть я там проводил с одним магазином исследования потом пришел кому вам нужно взять это вам нужно взять вам нужно это в зале новая тишина а что вот это все с помощью этого теста далее можно нам его изучить поэтому у меня это будет следующий для вас креативный прыжок по первым буквам точно так же вы берете там локомотив и привязывайте пытайтесь о к и о м о т и вы пытаетесь за первой буквы что-либо прописать какие-то характеристики это может быть интересная тема и вы помните сейчас так модно когда там какие-то сокращения они чего-то там значит ну как слоут анализ условно говоря так и поговорили теперь немножко по веселимся я же обещал вам сделать выборку рекламы какой она может быть она может быть оригинальная правильно используя отражение правило сильный формат то что называется кого запах то есть вот как может быть реклама про котиков это для собак на самом деле да то есть ног наши наши для собак очень классная реклама ванда да просто шикарно вот вообще супер мистер брокер да то есть идеально то есть без слов когда у вас есть символ когда у вас есть знак когда вы действительно можете вот мне нравится простота то есть как показать что макдональдс из вай фай то же самое там хайнс или как это реклама йоги сколько у нас йога клубов то миллион наверно да ни у одного не было такой я сейчас тут я просто сделал подборку чтобы показать что все что это здесь делается можно применить здесь не видно к сожалению здесь знаете что реклама бассейна здесь вот эта линейная линейка она такая волной сделана она сделала волну надо пояснять наглядная в этом вот смотрите очень просто наглядно реклама использование городской среды особенно когда очень много строй очень много объекта можно пытаться использовать какие-то элементы связанные с креативом которые действительно продолжают форм-фактор городской среды то есть вот это я такой вот элементы досмотрите то есть может весы 0 1 человек силы с и тоже интересно помните в советском союзе весы в парке там это подспудное желание психологическое желание человека что-либо контролировать мы пытаемся контролировать таким образом почему покупаем бренды потому что мы еще нам считается что что так происходит под контролем торговые точки до видеть и канала кемористическая это тоже привлекает внимание нечего то есть когда здесь нарисовано видит этот цемент нарисован это у него на пузе то есть жир не прячься жир реклама бывает социальная реклама была направленная на чрезмерное потребление что в тот момент когда очень большое количество людей не доедают это реклама антиспит смотрите run for positive это жена чок спина да то есть это кстати вот это маркетинг мероприятия там марафон какой-то марафон это вот как как на самом деле маркетинг маркетинг события может осуществляться у нас мало такой моим как бы все там про таблетки или коробки вот такие там же и пи и гуляй съешь таблетку все будет хорошо ну типа реклама бывает развивающейся обратите внимание что для разных царевых сегментов она может быть развивающейся это очень важно это для деловых поездок это для покупок это для спорта то есть когда вроде бы один и тот же бренд но он обращает на рекламу евростара было туннеля когда прорезли туннель первый поезд из англии во францию зачем я должен буду на ездить типа лунда дейтрип туда и назад за 80 ела по-моему реклама макдональдса опять же ситуативная к месту там с дартом вейдером да там эти бренды договариваются между собой покупают мало того это кросс-маркетинг зачастую такие бренды не просто даже договориться там нет взаимного перетекания ресурсов и они понимают что они таким образом усиливают общие то есть кто-то пришел макдональдс обратил внимание на это кто-то пришел кино обратил внимание на макдональдс такой как ты есть реклама используя форм-фактор обратите внимание очень просто даже сама реклама а вот пакет да а вот здесь просто не видно здесь листик загнут то есть здесь как парень то есть когда листик просто загнут там на скотча висит объявление на листик за и ты сразу обращаешь на себя на форм-фактор что там посмотрите в презентации там будет он просто сверху нас отогнутые уголки или вот на когда у вас вы вышли или идете по улице с пакетом все будет обращать на это внимание то есть вот это использование форм-фактора вот его пожалуйста стречинг йога зал или это на сделать такую на трубочки или там нанести изображение либо сделать такие часы это элементарно вот это есть креатив он обращает на себя внимание вы сразу сразу удивлю высажу улыбаетесь а вот у нас очень много каких-то дурацких этих самых ну вот такой сделайте и все вынесите на улицу машина приезжает сначала вам делают предупреждение потом вариант такой где он стоит и как и в 3 то есть является выносной и съемный я все прекрасно понимаю но все эти элементы работа я делал продукт даже для израиля знаете как в израиле все жуткие какие правила то есть у вас жалюзи если они стационарно на них платите налог так вот наш у меня заказчик наш уехавший туда я сделал жалюзи подъемные то есть вечером роли это закрылась а утром поднялась на такая как ляда там на задней машине и под ним уже столики поставить то есть она у вас является функциональным все налог уже не платить то есть если у вас в офисе лежат рекламные материалы вы за них платите налог поэтому должно быть разбросаны как будто я положила если же от стопочкой платите вы еще не понимаете в каких условиях находится западный бизнес по отношению к налогообложению ну поэтому у нас еще все очень нормально поверьте вот жаждущая слава амбициозная вот то есть вот это реклама в кооперации то есть пексикола и там спорт какой-то и помнишь что там за бренд был она какой-то какой-то был известный брат или тот же самый хайникен и пиво да то есть понятно что это реклама больших брендов но тем не менее вот что я хотел обратить внимание очень хорошим ходом является правильное расположение обратите внимание реклама реклама вроде бы реклама вроде бы простая но в чем проблема вернее в чем фишка не проблема в чем радость и и увидели большое количество человек и очень большое количество человек эту рекламу расшарили в том числе и здесь когда женщины то пробегали через шампунь и попадал в кадр то есть это так называемый пиарский точное слово то есть это эффект когда вы расшариваете информацию в кадр попадает вроде бы случайно попадает объект который на самом деле находится там умышленно все на этой части почему я сказал томаса эдисона самый креативный чувак мире у томаса эдисона более тысячи патентов тот который изобрел на самом деле цемент на самом деле мы считаем что томас эдисон изобрел лампочку нет томас эдисон построил америку он забьет цемент из которого построили все не быстрее а лампочку из алимента бегите нет ну тут то есть тот патент на из которого он считается человеком который построил америку то есть не именно как технологию из которой начали строить а теперь теперь же переходим к вам и так существует немецкая креативная методика которая говорит что каждый из нас существует 16 креативных типов личностей и делятся они очень просто первое они делятся экстраверт или интроверт то есть вы становитесь энергичным когда находитесь среди людей либо когда проводите время на тенец как нужно поступить что нужно сделать сфотографируйте пожалуйста что я обычно это еще распечатал мы сейчас с вами пройдем маленькую игру обратите внимание нужно просто по количественному фактору то есть экстраверт интроверт то есть определить вы е либо и то бишь нужно понять вы сдержанны либо общительные если общительные ставите точку здесь если сдержанны там взаимодействуете либо концентрируетесь и точно также потом подсчитали к если у вас там большее количество точек здесь вы экстраверт если большее количество точек здесь вы интуит то есть определились это раз получили е или определили а знаете какой способ решения вы пересаживайтесь вот сюда следующий вопрос как вы собираете информацию то есть первое как вы получаете энергию второй вопрос как вы собираете информацию то есть либо вы сенсорик 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 либо вы интуит то есть когда вы собираете информацию в большей степени интересуюсь практическими деталями либо стараетесь ухватить общую картину рассмотреть различные предложения то бишь точно так же вы напрямую наугад настоящее будущее реалистичное концептуально осязаемое вдохновение то есть вы точно так же ставите точечки если у вас больше точек в этой части вы сенсорик если вы больше точечек в той части вы то есть сразу говорю что может быть равное количество точек действительно люди могут быть и тот и тот то есть бывают сдвоенные моменты надо просто более детально посмотреть принятие решений чем вы предпочитаете руководствоваться логикой или этикой когда вы принимаете решение для вас важнее насколько ваше решение логично или с качественной гармонии отношений я человек этик то есть я вот этичный а опять же к вашему вопросу то есть этик это интеллигент это гедомист то есть это люди уходящие в эту категорию то есть этик не может быть карьеристом никогда карьерист примет рациональное решение менеджер примет рациональное решение разведчик принято этическое решение погибать или разведки или оставаться менеджер скажет пошли все информацию дадите thinking feeling логика и то же самое объективно субъективно и так далее и так далее есть образ жизни образ жизни какое а теперь первый раз когда вы должны представить здесь тоже элементы по тазинга какое впечатление о себе вы оставляете других то есть реально что вас думают то есть вы спонтанный человек вы рационал или иррационал то есть это уже не то что вы себе думаете там все три пункта что вы себе думаете а здесь которые кто-то о вас думает вы спонтанный человек либо вы в графике вы такой или босиком и что получается во первых это субъективная оценка это субъективный тест но очень классно поверьте мне я считаю что каждый сотрудник должен быть оценен возможно даже каждый клиент но я провел несколько я про понятно что своих оценивал я провел несколько у клиентов это дало потрясающие результаты это дал потрясающие результаты сейчас даже поговорю о чем почему и так что у нас получается и и с ntfgp а дальше у нас получается вот такая таблица вот это число из нпк где есть организатор помощник вдохновитель провидец мастер придумщик созерцатель аналитик непоседа аниматор медиатор а есть учитель увещеватель командир и вот обратите внимание если у вас коллектив из восьми человек а там оказалось два командира пипец вам они не почувствовали этого ну я бы сказал ребята у вас два командира нет они людям это же игра все развалился бренд то есть у них вместо того чтобы усилия были направлены на рост они все усилия направили ты со мной или нет была внутренняя борьба и так есть я просто развалился часть ушли ну а там взяла власть а половина ушла другой то есть просел сумасшедший если у вас вы нацелены на себя бренд например и вы как руководитель бизнеса там либо вдохновите либо провидец вам желательно иметь помощника либо аналитика моя супруга вообще просто идеальный человек так как всегда есть семейный бизнес он очень очень крепим что они дополняют друг друга если вы придумщик то скорее всего он тоже нужен помощник если вы не поседа то вам скорее всего нужен организатор понимаете если вы аналитик то вам наоборот должен быть аниматор либо не поседа у нас там была девочка вот я четко сказал аниматор она всем всем организовала туристические поездки все организовывали покупала билеты ну там строила тулы тогда человек который не умел действительно очень хорошо завлечь и организовать даже не с точки зрения организации мероприятия а именно вот эту составляющую проведение отдыха и всего остального то есть я могу сказать я пользуюсь работает рекомендую пользоваться вам то есть более детальные скидки на тему как это выглядит смотрите теперь я можно все не фоткать потому что все будет презентация просто покажу живое это верно то есть краткое описание поэтично чувствителен ко всему ищет смысл оригинальный гибок воображение из награды знаете чем было характерно я когда делал для ассоциаций лошадных архитекторов и дизайнеров они вот все друг друга знали что если не работали они говорили власть ты там не ту или коля ты там тут то или когда дело с командами игры о иван иваныч он там организатор а его жена типичный там на выдущик то есть что это дает это дает вам на самом деле вот это лентальное социальное поле и духовное понимание того потому что чем старше бренд тем больше стирается функциональное отличие практически мы будем говорить вам о поле бренда то есть я в дальнейшем честно будет перескакивать а вот эти вещи и появляются социальными сетями то есть если вы создаете бренда очень важно функциональное поле а если вы уже существуете как раз важно двигаться в ментальном социальном и духовном изобретатель аналитик тут по каждому из ситуации описано доходить организатор командир это все будет в презентации мало того я даже скажу покажу первоисточники работ вот такая книга она есть но она там продается у меня есть она живем помощник провидец мастер быстро хватать ситуациям и вам действуют ресурсы здесь описаны психологические аспекты личности потому что понятно что у вас есть и чары может быть или или может быть оборот не отвечала если нет и чара то это очень классно это очень хорошо анализировать вот смотрите можно таким образом анализировать своих партнеров этом фильме вчера была ситуация вене в 907 году начали уже зарождаться там же очень мало евреев вене же было 180 тысяч евреев и немцы это богатые были немцы сто восемьдесят тысяч уничтожили и все очень большую часть из предметов искусства при себе присвоили и вот 907 году это еврейская семья линдерманов он очень богатый человек он открывает бизнес а его сын приходит дополнительный с кем-то приходит и говорит смотри это листовка твоего партнера а эти люди там на самом деле против евреев ну то есть это началась борьба за чистоту еврейской расы и он будучи духовным сильным человеком ну разобравшись ситуации потом говорит я там отказываюсь от работы с вами все мне такой партнер не нужен хотя это с точки зрения бизнеса могло бы очень сильно увеличить его бизнес потому что это очень важно что человек через себя пропускает свой бизнес точно также поиск партнеров точно также поиск людей с которыми будем часто то есть поиск людей сотрудников которых недостаточно в команде которые должны быть придумщик то здесь описаны серия листу здесь 16 будет слайдов где вы все будете мы все точнее будем описаны поэтому я вам рекомендую пройти понять кто вы попытаться в игровой форме люди сразу могу сказать когда я принес все очень сильно боялись но когда это под соусом того что вы познаете лучше себя люди верили о точно слушаю у меня вот такая проблема там и так далее то есть если человек хочет себя разобраться то для него это на самом деле очень прикольно и я у меня исключительно положительные качества и последнее обратите внимание есть такое предпочтение в творчестве что такое творчество это умение создавать идеи умение генерировать идеи поэтому откуда черпают как собирать информации как принимают решения и как взаимодействовать с внешним миром все на сегодня мы сегодня хорошо поработали сейчас делаем общую фоточку какие будут вопросы я так понимаю информация я буду какую-то информацию в группе постить если у вас есть какие-то вчера серединка запустила хорошая тема как тренер тренировал до внутри когда минимума какого-то там барселоне то есть о чем хочу сказать сейчас пока временный перерыв я прошу вас за это время потому что мы дальше будем вникать в бизнес-модель в карту эмпатии в поле бренда я прошу хоть что-то пропустить через себя через методику креатива через методику психотипов через методику лидерских элементов то есть вы должны начать анализировать эти вопросы точно также попытаться применить какую-либо из предложенных сегодня методик по созданию креативного штурма тогда это может наполкнуть вас на создание логотипов так далее то есть вовлеките людей вовлеките они вовлекаются как выясняется люди вроде бы кажущиеся что они дистанцированы как только ты предлагаешь ему разделить просто посиди или давай просто при тему 15-20 минут они начинают генировать мысли они вовлекаются это очень хороший тимбилд эти все элементы очень сильно используются для тимбилами не побухать где-то там либо как айтишник а именно придумать какую-то креативную идею потому что людям свойственно радоваться авторству то есть это чувство авторства это то что заставляет людей генерировать мысли лип что-либо придумывать поэтому на этом все если вопросов нет ссылки на фильме есть книга не давайте так книгу я списком будет неправильно я вам периодически сбрасываю по одной подверг я уже две сбросил я сброшу сейчас креативный тип лидерства там вот такая книжка то есть желательно разобраться и понять то есть я сделал выжимку она более детально она расписывается вот такая книга про все это то есть как это диза родилась они почему эта методика работает я могу сказать что это это на уровне популярной с одной стороны популярной психологии но с другой стороны это позволяет по крайней мере не наделать глупости либо наоборот более детально изучить там ситуацию просто чуть более пристально обратить внимание с руки потому что я могу создать там список из ста книг но после 5 у вас там полет крышу и книги читать нужно приложение применимо к ситуации вы получили информацию вы прочитали книгу что-то при применении потому что когда вы читаете книгу прошли нужно прочитать вот там зачастую это сказка потерянного то есть мы вы надо прочитать когда применим поэтому давайте сегодняшнюю книгу там я отпустил книги про лидерство сегодняшнюю книгу я тоже дам я сфотографирую может быть там по рекламе у меня еще несколько книг просто из офиса я не уверен что не из цифровом виде но то что вот эта книга есть цифровом виде на google box и материалы и такие книги сейчас не издаются но я не думаю по рекламным материалом по крайней мере просто обратить внимание так книги в списке и линки будут еще ну например так вы может быть может может быть так почему вы можете предложить просто вопрос что от этого свитер то есть вы должны наверное потому что вы если вы рекламируете продвигаете себя то что будет взамен что что захочет свитер то есть некоторые берут за это деньги и кстати иногда можете и 700 за это заплатить попробовать потому что надо посмотреть пробный момент и очень четко последить транзакцию чтобы это было то есть любые вы такие действия они на самом деле направлены внутрь потому что человек это они повышают лояльность бренда потому что вам сложно зацепить маркетинговую составляющую если эта трубочка где-то свитере и в разных местах тогда не дошло на это же быть только свитере человек который принес эту трубочку он должен что-то получить у вас должен быть замкнутся цепочка то есть вы не можете только на выход где-то у вас 5 вау и все он должен каким-то образом вам замкнутся такие вещи трубочками лучше рекламируют у себя чтобы люди несли от вас потому что у них уже более тесное поле связь брендов искали у класса то есть нам такое дали в школе либо еще что нежели рекламируют волнение новостными кофе можно подумать таким образом вопрос вопрос понимания потока в конверсии сегментов рынка ну это же это технологический инструмент то есть его можно можно гаечным ключом ну как вот и запрет из каратэ да то есть можно запретить гаечный ключ на что принципе тоже можно то есть убить да то есть на молоток же не понравится в разделе холодное оружие но является орудием убийства или топорик для туризма да 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 еще фото делаем фото и уходим на переход